Что такое числовое поле? Давайте на доходчивых примерах. Возьмем шляпу и накидаем туда чисел. Что изменилось? Шляпа тяжелее не стала. Чисел в шляпе не видно. Мы можем повернуть внутри шляпы направо. Но это никак не связано с числами. Накидали мы их туда или не накидали. Мы и раньше могли повернуть внутри шляпы направо. Потому что внутри шляпы есть пространство. И пространство это самостоятельный объект. Так что такое числовое поле? Представьте, чтобы математики застеснялись бы сознаться, где они взяли числовое поле. Собрались в математике на большой математический симпозиум и решили, а мы никому не скажем, где мы взяли числовое поле. Был бы такой подход научен. Давайте на доходчивых примерах. Есть такой возрастной метод девочки. Когда маленький человечек стесняется естественных вещей. Например, я в туалет не хожу, я пластмассовая. Метод прикольный, но не научный. Курнем отчасти. Определения числового поля разнообразны. Отличаются друг от друга, но предназначены доносить для учащегося одну суть. Числовое поле – это поле, элементами которого являются числа. То есть поле состоит из чисел. Как в этом разобраться? Число составляет поле, а поле состоит из чисел. Может ли вообще такое быть? Может ли из чисел что-либо состоять? Давайте рассмотрим свойства числа и в этом нам поможет первый закон логики. Число – это выражение количества. А первый закон логики гласит «Иметь ни одно значение – значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-либо одно». То есть, если вы один раз уже сознались, определились, что число – это выражение количества, то будьте добры это помнить, потому что в рамках законов логики других свойств у числа, увы, нет. Кроме количества, число вообще ничего не выражает и выражать не может. Длина числа какова? Ширина числа, высота числа. Можем ли мы повернуть по числу направо? Не можем. А если мы слепим два числа? Слепим много чисел. У числа нет длины, у числа нет объема, ширины, высоты, вкуса, цвета, запаха. Если мы припишем числу какие-либо свойства, это будет обман, нарушение законов логики, а именно нарушение первого закона логики, закона тождества. Можно ли применять такой метод в науке? Нельзя. Те построения, в которых нарушаются законы логики, не могут являться научным продуктом. Какова практика вопроса? У нас есть предметы, например, три яблока, и мы можем вводить знаки, которые будут выражать количество этих предметов. Знаки – это условные обозначения. И самих чисел в природе вообще не существует. Так как же мы можем получить из чисел числовое поле? И вообще, возможно ли получить поле из чисел? Возьмем число, например, число 8 и повернем по числу 8 направо. Подобная операция невозможна. А если, например, изогнуть пруток металла и получить подобие цифры 8? Но из прутка металла число 8 не появится. Пруток остается прутком, а не числом. Операция по числу по-прежнему невозможна. Так как же повернуть по числу 8 направо? Число не имеет формы, объема и расположено нигде. Как повернуть внутри нигде направо? Может, это растолковано в каком-нибудь учебнике? Может, есть какой-нибудь научный труд на эту тему? Увы, бумаги перемарано много. Но конкретных ответов на эти вопросы нет. Математики стесняются сознаться, где они взяли числовое поле. На самом деле, это числовое поле вовсе никакое не числовое, а самое обыкновенное. Привлечено, заимствовано и задействовано из действительного мира. В действительном мире оно называлось пространство. Самое обычное пространство, которое является не числовым, а размерным. Показатели пространства являются величинами. Метрами, квадратными и кубическими. А любое число, применительно к пространству, это выражение количества этих самых метров. Равно как и любой величины, неважно пространственной или вторичной. Пространство – реальный физический объект. И этот объект действительно есть и имеет реальные физические свойства. Например, такое свойство, как протяженность. И в рамках этого объекта мы действительно можем что-либо размещать и повернуть, например, направо. И если исходить из логики, то есть объект пространства и возможно создание различных абстрактных моделей этого самого объекта. Но математики об этом типа не знают или очень стесняются. А студентам об этом знать вообще запрещено и положено. Пусть думают, что поле состоит из чисел, из которых вообще состоять ничего не может. И это и есть конкретное нарушение логики, когда реальный объект пространства или модель пространства выдаются за совокупность того, из чего оно не состоит и состоять не может. Выдают за совокупность чисел. А поскольку пространство его модели является совокупностью величин, метров кубических, квадратных, линейных, то даже произносить словосочетание «числовое поле» безграмотно. Кроме того, поскольку изначально речь идет о модели, то встает вопрос «модель чего?». Модель чего-то конкретного или модель неведомой хрени? В рамках научного метода создание любой модели подразумевает наличие исходного объекта, модель которого мы создаем. Апельсин – модель апельсина, пространство – модель пространства. И в рамках научного метода поднятие модель внятно определено. Модель – абстрактное или вещественное отображение объектов и процессов. То есть наличие исходного объекта изначально предусмотрено. И врать или стесняться, что самого объекта нет, не было – это уподобляться пластмассовой девочке. Это не научно. Лженаука процветает. Группа безграмотных математиков вытесняет научный метод из системы образования. То есть фрики, шарлатаны, безграмотные чуды диктуют политику современной науки ради своих мелких интересов. Ради кучки несостоятельных теорий ломают, изводят на нет все то, что было создано до них. Уничтожают накопленные от цивилизации знания, изводят труды величайших математиков. Но это еще не все. Второй важный вопрос по теме числовое поле – это вопрос о том, что может быть расположено в пространстве. И здесь мы приходим ко второму нарушению законов логики. Поясним подробнее. В рамках законов логики любое А и любое Б – это разные понятия. И это действительно применительно ко всему. Например, применительно к точкам и числам. Число и точка – это разные понятия. Число – это выражение количества, а точка – это абстрактный, не имеющий размеров, объект в пространстве либо модели пространства, местоположение которого может быть обозначено практически либо задано координатами. Точка не имеет массы, направленности и каких-либо других геометрических или физических характеристик. Мы можем задать, обозначить в любом месте пространства точку, но точка не может быть числом. Потому что любое А и любое Б – это разные понятия. И из первых закон логики, который гласит иметь ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. И выдавать точки одновременно за числа – это нарушение первого закона логики. Кроме того, разместить число в пространстве вообще невозможно. В пространстве размещаются объекты, а не числа. Число вообще разместить где-либо невозможно. Числами лишь можно как знаками обозначить точки. А обозначить посредством чего-либо и состоять из чего-либо – это разные понятия. То есть концепция числового поля в том виде, в котором она практикуется в системе образования – это безграмотность, лженаука, фричество. Безграмотные чуды пишут слабоумную чушь в учебниках, нарушая законы логики и научный метод. И это есть нарушение закона об образовании. Законом не предусмотрено тиражирование бреда. Далее. Ну и какая, казалось бы, разница, из чего состоит это поле? Пусть оно даже из чисел состоит. Но дело в том, что эта маленькая безграмотность порождает кучу другой безграмотности и откровенной лженауки. И тому есть множественные примеры. В частности, доктор математических наук Сергей Сипаров, Санкт-Петербургский государственный университет, на полном серьезе декларирует, цитата, «Некоторые структуры имеют догеометрическое происхождение и эти структуры мы наблюдаем в теоретической физике». То есть из-за того, что когда-то в процессе образования студенту Сипарову никто не пояснил, откуда в математику привнесено числовое поле, у господина Сипарова обрушилась причинно-следственная связь. И он не понимает, что первичным, а что вторичным. И он не понимает, что первичным, а что вторичным. И он не понимает, что первичным, а что вторичным.